Здравствуйте! Знаете ли вы, в чем разница между относительными местоимениями КИ и КЁ? Как их нужно переводить? А также, когда в предложении нужно ставить местоимение КИ, а когда КЁ? На все эти вопросы вы получите ответы, посмотрев данное видео до конца. Вначале давайте разберемся, как переводится местоимение КИ и КЁ. Вы можете очень сильно удивиться, узнав, что переводятся они одинаково. КОТОРЫ, КОТОРАЯ, КОТОРЫЕ. Например, Я читаю книгу Дюма, которая очень интересна. Или же второй пример. Вот книга, которая мне очень нравится. Мы видим, как в первом случае, так и во втором слова КИ и КЁ переводятся одинаково. КОТОРАЯ. Ну, в зависимости от падежа окончания могут меняться. КОТОРЫХ, КОТОРЫМИ и так далее. Но во французском варианте КИ и КЁ, конечно же, остаются неизменными. Так в чем же разница между ними? Мы часто думаем, что местомение КИ мы используем для одушевленных лиц, а КЁ для неодушевленных предметов. Но это не так. Даже если вы посмотрите на предложения, которые использовались в примерах, вы увидите, что в обоих случаях мы видели неодушевленный предмет. Но в первом предложении использовалось местоимение КИ, а во втором КЁ. То есть дело не в одушевленности или неодушевленности, а нужно смотреть на грамматические критерии. В данном случае это то, какую функцию в предложении выполняют местоимения КИ и КЁ. Так местоимение КИ выполняет роль подлежащего в предложении, может заменять как одушевленные лица, так и неживые предметы. Для того, чтобы понять, что оно служит подлежащим, нам нужно посмотреть во вторую часть предложения или же придаточную часть предложения, как она называется. Например, вы не знаете, какое же местоимение поставить КИ или КЁ. Для этого вы смотрите ту часть предложения, которая стоит после предполагаемого местоимения. Если во второй части вы увидите только глагол, то есть подлежащего нет, как, например, мы видели в примере с книгой Дюма, «Je lis le livre de Dumas qui est très intéressant», мы видим во второй части предложения только глагол, это глагол «быть» или же «être», подлежащего нет. Следовательно, вам нужно поставить местоимение «qui». Давайте посмотрим еще один пример. Матильда увидела молодого человека, который показался ей странным. В этом случае мы видим уже одушевленное лицо. Но как и в примере с книгой, так и в этом примере нужно использовать местоимение «qui», потому что во второй части есть только глагол, не нет подлежащего. А вот местоимение «qui» служит прямым дополнением, поэтому во второй части предложения будут как подлежащие, так и сказуемые. Давайте вернемся к примеру с книгой. «Voici le livre que j'aime beaucoup». Мы видим, что во второй части предложения после местоимения есть как подлежащие «je», так и глагол «aime», поэтому нам нужно поставить местоимение «qui». Местоимение «qui» также может заменять как лица, так и предметы. Давайте посмотрим еще один пример. «Voici l'acteur que je vois tous les jours dans le magasin au coin de la rue». «Вот актер, которого я вижу каждый день в магазине на углу улицы». В этом случае мы видим использование местоимения «qui», так как во второй части предложения также есть подлежащая и сказуемая. Но в примере с книгой речь шла о предмете, а в данном случае речь идет уже об одушевленном лице. Также обратите внимание на то, что с местоимением «qui» апостроф ставится, согласно правилам, а с местоимением «qui» не ставится. Например, «Voici l'acteur qu'il voit tous les jours dans le magasin au coin de la rue, но voici l'acteur qui aime aller tous les jours au magasin dans le coin de la rue». В первом случае, где стоит апостроф, использовано местоимение «qui», а во втором случае местоимение «qui». Я надеюсь, что я ответила на все вопросы, касающиеся данной темы. Приглашаю вас подписаться на мой канал. До новых встреч! Абьеттол! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Абьеттол!